прием прием говорит и показывает на тенуэль с вами доктор семенов мы продолжаем с вами встречаться на вебинарной площадке и обсуждать различные темы касаемые марки на тенуэль продолжаем тему домашнего ухода и вы знаете я решил сами поговорить о сложных таких сочетанных проблемах в своей практике в клинической практике в работе я часто сталкиваюсь с сочетанием нескольких проблем а бывает что у пациента допустим жирная кожа сиборея со всеми вытекающими последствиями зияющие поры избыточная сальность гиперкератоз и в то же время повышенный чувствительный фонда и допустим те препараты с кислотами которые бы устраняли гиперкератоз на одну проблему решали мы не можем назначить ввиду того что мешает повышенный чувствительный фон у пациентам различные типы воспаления могут сочетаться и комбинироваться одного пациента допустим акне вульгарис акне розацы да вот ирина подтверждает много таких проблем которые в таких пациентов мы называем полиморбидные и одна проблема зачастую осложняет или как-то ограничивает назначение характерных таких скажем типичных препаратов для решения одной проблемы и и тут мы конечно на помощь нам приходит марка метиной вот буквально вчера со мной плюс консультировалась доктор дерматовенеролог косметолог которая ведет дерматологических пациентов с эстетическими проблемами и как нас врачи дерматологов до учат стандартами стандартными делать стандартные назначения вот она говорит назначаю пациенту с акне вульгарис бензоил препараты с бензоилкароксидом 5 процентный 10 процентный в комбинации с адаполеном без адаполена и ну очень чувствительная реакция на покраснение эритема раздражения приходится отменять препараты с адаполеном с бензоилкароксидом и звонит мне вот и спрашивает что же делать с такими пациентами которым нельзя назначить стандартную так общепринятую классическую терапию и вот сегодня мы поговорим о такой сочетанной проблеме когда у пациента имеется жирная кожа избыточная продукция кожного сала и в то же время повышенный чувствительный фон то есть еще и нерогенное воспаление как вести таких пациентов домашнем уходе чтобы назначить именно в домашний уход и так да да с ириной я согласен полностью таких пациентов достаточно много и вот пациенты жирной кожей и чувствительный нерогенный фон почему возникает такое сочетание почему жирной кожи зачастую сопутствует нейрогенное воспаление первая причина артифициальная проблема зачастую наши пациенты жирной кожи и тенденции как нас с расширенными порами очень любят сульфатные детергенты дома использовать для очищения своей кожи помню свою молодость да я это же сделал то же самое допускал те же самые ошибки я любил агрессивный поверхностно-активные вещества которые ну скажем тогда за одно применение за одну аппликацию в значительной степени удаляли кожное сало поверхности кожи очень работают ощущение хруста скрип когда кожа скрипит под пальцами пока аж похрустывает вот это вот такая высокая степень обезжириванием очень любил спиртовые тоники сам делал себе лосьончики благо фармакологическое образование на основе салицилового спирта на основе камфорного спирта с антибиотиками салицилатами и что же и что же мы с вами имеем в результате в результате мы с вами имеем такую проблему которая называется ребаунд эффект ребаунд эффект ребаунд что значит отскок кожа рефлекторно пытается защититься восстановить свою гидролипидную мантию но не за счет эпидермальных липидов церамидов и фосфолипидов что было бы логично с нашей человеческой точки зрения но поскольку они производятся очень медленно и для релепидизации нужно время рефлекторно усиливается производство кожного сала но производится быстро это своего рода такой протез на попытка кожи защититься от агрессивных детергентов от раздражающих не физиологичных каких-то веществ по типу спирта кислот салициловой кислоты и агрессивных детергентов сульфатных клинсеров поэтому первая наша тактика до первое действие которое мы назначим нашему пациенту это отмена раздражающих препаратов это сульфат содержащий детергенты и спиртовые тоники первый прием когда я принимаю пациента договариваемся с ним о встрече до по телефону предварительно я прошу придите пожалуйста принесите с собой косметические средства которые вы ежедневно используете в домашнем уходе либо пациент приносит сами средства ну что чтобы была этикетка да либо упаковку от этих средств где состав указан либо делает фотографии просто данный телефон фотографирует присылает мне на ватсап на какой-нибудь там мессенджер или приносит собой говорит вот посмотрите для очищения использую вот это средство читаем состав допустим гель очищающий очень хорошей фирмы хороший производитель французский какой-нибудь гель очень хорошо пахнет хорошо красиво выглядит достойная этикетка достойная упаковка все так выглядит лакшери читаем состав и на первом месте после воды составе мы видим с вами содиум лаурил сульфат или содиум лаурет сульфат говорю вот так показываю пациенту вам это средство для применения для очищения кожи противопоказано категорически и его нельзя использовать как гель для очищения кожи лица его нельзя использовать как шампунь а иначе будет провокация сибореи и возникновение нерогенового воспаления на волосистой части головы его нельзя использовать как гель для душа его нельзя использовать как гель для рук его Его вообще нельзя использовать, поэтому, как правило, такие средства у меня отправляются в мусорное ведро. Да, демонстративно извлекаю мусорное ведро, говорю, все, попрощайтесь с вашим средством, можете его поцеловать на прощание, и все, бай-бай, до свидос, в мусорку оно отправляется. Категорически запрещено пациентам с такой проблемой сочетанной жирной кожи и повышенной чувствительности использовать сульфат, содержащий крем, сыры. Не лаурет сульфат, не тем более лауреусульфат не должны быть в составе детергента, очищающего средства. И, естественно, назначаем правильное двухфазное бессульфатное очищение на тянуэль. А нужно обосновать необходимость именно двухфазного очищения, что первая аппликация наносится молочком, затем оно удаляется. Так, что-то у меня тут какие-то проблемы непонятные. Вроде все работает. Так, ладно. Итак, первое, что наносит пациент на свою кожу, это молочко. Функция у milk make-up, у молочка для демакияжа в домашнем уходе заключается не только в растворении, в очищении кожи от каких-то гидрофильных, липофильных загрязнений эндогенного или экзогенного производства. Задача как раз этого клинсера, этого молочка, препарат milk make-up, насытить роговой слой именно теми липидами, которые выполняют барьерную функцию, которые возвращают к коже эпидермису вот это основное свойство гидрофобности, водоотталкивающего свойства. Кожная сала, к сожалению, не выполняет этой функции. Липиды, которые входят в состав севума, выполняют другую функцию. Гидрофобностью обладают, помните, какие липиды. Церамиды – это воскоподобные, воскообразные вещества, которые обладают водоотталкивающим, гидрофобным действием. Именно они формируют вот это свойство эпидермиса, барьерные препятствия для контаминации патогенной флоры, кстати, в том числе грибковой флоры, коковой флоры и так далее. Итак, первое, что пациент должен нанести дома на этапе очищения, первая фаза – это молочко. Не только растворить загрязнение, но и насытить роговой слой правильными профильными липидами, которые выполняют поставленную задачу, которые обладают необходимыми свойствами. Гидрофобностью – восстановить деконтаминирующую, барьерную функцию эпидермиса. Помогает это молочком. Поэтому пациенты часто говорят, а у меня нет макияжа. Допустим, я утром просыпаюсь, я не ношу на ночь макияж, не использую его ночью. Почему? По странам. Почему? Да, я должен наносить молочко. Потому что все привыкли, что молочко – это демакияж, удаление макияжа. Если вечером, да, еще куда бы ни шло. Но утром, вот очень-очень важно, и утром, и вечером, независимо, есть макияж или нет, нанести молочко. Пожалуйста, объясните вашему пациенту необходимость. Обоснуйте логически, обоснуйте с точки зрения физиологии, правильной нормальной функции. Физиология – это нормальная функция эпидермиса. Итак, на пациента наносят молочко. Затем можно промокнуть его избытки влажными салфетками, можно удалить. И вторая фаза на этапе очищения – это, собственно, клинсер. Вы знаете, что у нас на выбор есть три клинсера в домашнем уходе. Натюнель предлагает три препарата. Это клинсер 5%, клинсер 8%, клинсер 9%. Три клинсера с разной концентрацией кислот, с разным количеством кислот, с разным качеством кислот. Общее, что объединяет все эти три клинсера, уважаемые, – это маркировка NO SLS. Эти клинсеры бессульфатные. Все знаете маркировочку NO SLS. Это значит, нет ни лаурилсульфата, ни лауретсульфата. Следовательно, о чем говорит это, можно использовать ежедневно. Это безопасно, это безвредно. Во-первых, сульфаты не биодеградируемы, они наносят биологический ущерб, экологический ущерб природе. Во-вторых, они наносят ущерб нашей коже, нашему эпидермису. Они вымывают церамиды, фосфолипиды, нарушают барьерные свойства. К чему это приводит? Это приводит к усилению ТВЭЛ, трансэпидермальной потери воды. Это приводит к тому, что микроорганизмы, которые в норме, условно-патогенная микрофлора, стрептококус эпидермидис, малайсезий фурфу, терраспорум овалия торбикуляры, они в норме как бы обитают, живут у нас в роковом слое, но очень в поверхностных слоях. Когда нарушаются барьерные свойства и способствуют этому сульфаты, все эти микроорганизмы начинают занимать, колонизировать более глубокие слои и вызывать иммунный ответ, что приводит к воспалению. Сибарейный дерматит, акнобульгарис и всяческие сочетанные вариации на эту тему. То есть, в принципе, в зависимости от барьерных свойств эпидермиса, вы можете назначить любой из этих трех клинцеров. Если роговой слой имеет нормальный статус, оцениваем статус эпидермикус, если он функционально состоятельный, назначаем самый универсальный клинцер 8% на втором этапе правильного очищения двухфазного. Если эпидермис истонченный, нерогенный, логично пациенту назначить клинцер 5%. Если роговой слой избыточный, еще гиперкератоз, назначайте 9% клинцер. Наносится клинцер вторым этапом после применения милкмейка, после применения молочка. Проводим вот такую просветительскую беседу. Мы говорим, что такое физиология, что такое норма, потому что эти понятия у наших пациентов либо отсутствуют напрочь, либо они как-то искажены, не изменены. То, что считают пациента нормальным. Например, помните, мы с вами тоже раньше считали хороший клинцер, хороший гель, очищающий какой? Который обладает высоким пенообразованием. Помните, капельку геля, берешь какой-нибудь душистого, лореаль замечательного, спениваешь и образуется очень-очень много душистой пены. Оказывается, она токсичная. То же самое зубные пасты, какой-нибудь глистер американские компании. Ну, это неважно, берешь маленький, извлекаешь из тюбика маленький шарик размером с горошину, начинаешь его использовать, применять и образуется очень-очень много пены, которая из носа, из ушей лезет отовсюду. Мы говорим, ой, какая хорошая паста, какой хороший шампунь, он так пенится хорошо. Почему он хороший? Потому что он экономичный. Да, сульфат, содержащий клинцеры, они обладают высоким пенообразованием. И это их низкой ценой, они дешевые. Это, к сожалению, этим ограничивается их польза, их плюсы. Минусов гораздо больше. Они не биотеградируемые, они не физиологичны для нашей кожи, потому что удаляют наши липиды, которые должны быть в роговом слое, присутствовать. Так они называются эпидермальные липиды, церамиды, фосолипиды. Нарушают барьерные свойства. ТВЭЛ, транспидермальная потеря воды. Повышенная чувствительность нейрогена, потому что чувствительно-нервные окончания оказываются просто оголенные, как провода, они на поверхности кожи находятся. И контаминация патогенной флоры. Все микроорганизмы, которые жили на поверхности, ну пусть живут кожей, а нестерильный орган. Мы с вами об этом уже знаем. Кожей, а нестерильный орган, там должны жить микроорганизмы. Явных сапрофитов у нас немного. У нас в основном в эпидермисе живет условно-патогенная флора. Что значит условно-патогенная флора? Если она в малом количестве, то есть количество колоний, образующих единиц у них небольшое, то и они живут в своем слое, в своей сфере, в поверхностных слоях оргового слоя эпидермиса, то это как бы нормально. Но если микрофлоры становится слишком много, они занимают те зоны, более глубокие слои оргового слоя, где они не должны жить, возникает проблема. Вот поэтому эта микрофлора называется условно-патогеной. Если они живут там, где им положено жить, в своем ореоле, и если их там небольшое количество, то никаких проблем, собственно, с этим не возникает. Проблему создают сульфатные клинцеры, которые используются нашими пациентами ежедневно. Ежедневные клинцеры должны быть бессульфатными. И именно применение сульфатных клинцеров в спиртсодержащих туниках это основная артифициальная, то есть искусственная причина, когда у нашего пациента сразу имеется несколько проблем. Сочетанная проблема и избыточная жирность, как ребаунт эффект, как рефлекс защитной кожи, и повышенная нерогенная чувствительность, покраснение, эритема. И вот вам мы, пожалуйста, сразу несколько проблем. Поэтому отменяем сульфатные клинцеры, назначаем правильное бессульфатное очищение, двухфазное, молочко и профильный клинцер в зависимости от статуса эпидермикус. Либо 5-процентный, либо 9-процентный клинцер, или самый универсальный 8-процентный клинцер. Самый ходовой, да, подходит всем. Клинцеры бессульфатные, и они не создают проблем. Даже шампунь у нас, да, если у пациента сиборея волосистой части, головы сибопсориаз, пожалуйста, отмените ему сульфатный шампунь, назначьте физиологический шампунь на тенурин. Так он называется, физиологический шампунь. Физиологический шампунь бессульфатный. Используйте каждый день по мере необходимости. Сколько нужно, столько и так часто его и применяйте. Это касается и наших физиологических бессульфатных клинцеров. Итак, правильное очищение. Не устану об этом повторять на каждом семинаре, потому что это архиважно, это основа любой терапии. Это и есть этиопатогенетическая терапия. Помните, да, что такое этиотропная терапия? Это устранение причинных факторов, тех факторов, которые провоцируют проблему. Вот сульфаты провоцируют проблему, спиртодержащие тоники провоцируют проблему, а они у нас отправляются в помойку. Это и есть этиотропная терапия. Пациенту это может не понравиться. Он скажет, что это такой хороший гиль, он такой душистый, ему так нравится. Это же Франция, это же Германия. Лечение иногда приносит страдания. Пусть страдают от того, что их любимые душистые сульфатные клинцеры отправятся в унитаз. Прямо при пациенте они отправляются в помойку. Такой травмирующий фактор, психологическая травма, лечение у психиатра, аминозин и так далее. Но таково лечение. Я, конечно, шучу, но не сильно, да и не сильно. Это токсично, это очень большой вред окружающей природе и самому пациенту. Что же еще? Это первая линия, это любой терапии. У нас в косметологии, дерматологии это правильное очищение. Вторая линия – это уходовые средства. Что же мы посоветуем в первую очередь в домашний уход после очищения второй линии нашему пациенту, который обладает жирной кожей, избыточная сепария, расширенные поры, сальный блеск, возможно, какие-то микровоспаления единичные и нейрогенный фон, повышенный чувствитель. Да, первое, что я бы посоветовал нашему пациенту – это маска. Гидромойстмаска. Гидромойстмаска. В домашнем уходе. Такой вот гель объемом 30 мл, достаточно большой объем. Почему? По какой причине мы его с вами назначим? Я однозначно такому пациенту с такой комбинированной проблемой, как мы любим называть таких пациентов, полиморбидным пациентом. Так скажите пациенту, да вы полиморбидный. Почему я назначу эту маску? Конечно, состав уникальный препарат, коллеги. Достаточно простой, можно сказать, состав, но уникальные ингредиенты в терапевтических концентрациях. Терапевтические концентрации. Первое, что мы видим в составе – это полигидроксикислоты. Кислота лактобионовая и глюконолактон. Это не альфа-гидроксикислоты. Сейчас вот мы можете сказать, что кислоты на чувствительную кожу. Да, они решают, кислоты решают проблемы жирной кожи, кератозной, расширенные поры, гиперкератоз. Но они вредят чувствительной коже. Вот вам и конфликт интересов. Те компоненты, которые, и препараты, следовательно, которые бы решали проблему жирной кожи с гиперкератозом, но с нормальным порогом чувствительности, нашему сегодняшнему пациенту они противопоказаны, потому что у него есть общий нейрогенный фон. У него повышенная чувствительность, нейрогенная. Мы ему не можем назначить альфа-гидроксикислоты, тем более бета-гидроксикислоты, кислоту салициловую. Но мы можем назначить полигидроксикислоты, ПХАС, полигидроксиатидус, препараты, содержащие кислоту лактобионовую и глюконолактон. Почему эти кислоты не противопоказаны, наоборот, показаны нашему сегодняшнему пациенту? Во-первых, эти кислоты, кстати, в высокой концентрации, порядка 20%, 10% глюконолактона в составе гидромойст-маски и 10% лактобионовой кислоты в сумме 20%. Во-первых, это слабые кислоты, у них очень низкий раздражающий потенциал. Они не обладают раздражающим действием. Вы помните, что в растворе глюконолактона даже консервируют внутренние органы при трансплантации. Они не обладают цитотоксичностью, их можно использовать на поврежденный эпидермис, наносить. Это во-первых. Во-вторых, эти кислоты обладают противовоспалительным действием, уменьшают отек и репену, уменьшают раздражение на коже. Также эти кислоты обладают регенерирующим действием, особенно на клетке эпидермиса. Особенно на клетке эпидермиса. Поэтому препараты с полигидроксидкислотами, например, наш пилинг Полисофт, гидромойст-масочку мы с вами называем как биоревитализанты эпидермиса. Гидромойст-маска является биоревитализантом эпидермисом. Что это значит? Это значит, что полигидроксидкислоты восстанавливают нормальный роговой слой и восстанавливают основную функцию эпидермиса деконтаминирующую. По крайней мере, они этому способствуют. Каким образом? Стимулируют полигидроксидкислоты кератиноциды к производству церамидов и фосфолипидов. То есть, это в принципе полигидроксидкислоты, это антидот, это противоятие против агрессивных, злобных, нефизиологических сульфатов. Все проблемы, которые вызывают сульфаты при ежедневном применении, использовании, препараты с полигидроксидкислотами нейтрализуют, уменьшают сухость, шелушение и нейрогенное воспаление. Вот такие замечательные и уникальные полигидроксидкислоты. К сожалению, их редко встречают в составе косметических средств, которые у нас на российском рынке, но у нас есть на Тенуэле, где полигидроксидкислоты встречаются очень часто. В составе мы их видим и в составе домашних средств, и профессиональных препаратов. И вот полигидромойст масочка. 20% полигидроксидкислот, лактабионовая кислота, глюконолактон, удерживают огромное количество воды. Они гидротируют и даже гипергидротируют роговой слой. И вот эта хорошая гидротация рогового слоя служит таким успокаивающим моментом. Рефлекторно. Помните, если мы раздражаем эпидермис, удаляем липиды с рогового слоя, возникает рефлекс в виде усиления сибопроизводства, усиления сибарии, производства кожного сала. Если наоборот мы хорошо увлажним кожу, эпидермис, это приведет к сибастазу, к уменьшению продукции кожного сала. И таким образом, этим препаратом, посмотрите, там еще в составе липомойст, компонент, который обладает гидротирующим эффектом, превосходящий гиалуроновую кислоту, пресловутую. Там несколько раз превосходит по эффективности и по длительности увлажняющего действия липомойст в составе комплекс полисахаридов морского происхождения. Увлажняет роговое слое, увлажняет кожу, уменьшает воспаление, способствует устранению нейрогенного воспаления и косвенно рефлекторно способствует уменьшению антисибарейный эффект. Обожаю эту масочку и ничего не могу с собой поделать. Обожаю. Я ее даже не смываю. Помните, у нас есть два способа применения гидромойст маски. Просто как классическую маску утром или вечером после правильного двухфазного очищения, когда мы удаляем молочко, милк мейкап, мы удаляем клинцер, любой, это пятерка, восьмерка, или девятка, или девятипроцентный клинцер. На влажную кожу наносим достаточное количество гидромойст масочки, наиметь текстуру геля, без одушки. Без одушки, это очень огромный плюс, это гипоаллергенность препаратов. Можно положить, распределяем на веки, на губы, не забудьте нанести гидромойст масочку, на веки тонким шлоем в пределах орбитальной косточки, влажные салфетки, 15-20 минут экспозиции. После экспозиции мы остатки геля этой маски не удаляем, мы просто снимаем салфеточки, остатки геля впитываем и наносим препараты основного основного ухода. Это первое. Два-три раза в неделю мы можем баловать себя гидромойст масочкой, полигидроксик кислотами. Да, вот Ольга Савельева подтверждает, редкие-редкие компоненты в натинуэль. Согласен с вами. Вот просто уникальный, абсолютно аутентичный препарат. Второй способ, как мы можем эксплуатировать, применять гидромойст масочку, я лично так и делаю. Вторым способом ее применяю. Как сыворотку. После очищения на влажную кожу наносим небольшое, как сыворотку, где-то лицо, веки, шея. Я обязательно наношу все сыворотки и кремы на шею. Потому что мне нельзя стареть, по понятным всем известным причинам. Не будем их сейчас озвучивать. Небольшое количество, примерно миллилитр, наношу на лицо и шею. И распределяю впитывающими такими плавными движениями, как сыворотку. Не забудьте губы, тонким слой веки. Вы можете себе позволить декольте ее нанести, если есть такая необходимость. Как только эта гель-маска впитывается, гидромойст масочкой, я наношу основной уходовый крем. В принципе, любой из марки Натюнуэль. Это может быть и Окси 100, это может быть и Биоделиса, о котором мы поговорим с вами сейчас чуть попозже. Это может быть Гомеоджен. Все, что угодно. Любой крем из серии Био, с ретиноидами, крем Ревино, пожалуйста, все что угодно. Как сыворотку. Небольшое количество, можно только утром или только вечером. Да, я использую наношу ее один раз в день, либо утром, либо вечером. Чаще всего утром наношу. Под любой крем небольшое количество. Если проблемной является волосистая часть головы, сибарийный дерматит, себапсориаз, можно также наносить и на волосы, на влажные волосы. Помыли голову бессульфатным физиологическим шампунем Натюнуэль и подсушили. И на влажный скальп небольшое количество, необходимое количество, втираете в кожу головы, в скальп. И затем этот же гель используете как гель для стайлинга, для укладки волос. Вот сегодня утром я как раз это и сделал. Потому что сейчас весна, начало лета, сегодня первый день лета. Я вас с чем, собственно, и поздравляю. Поэтому сезон обострения у многих кожных заболеваний, которые имеют тенденцию обостряться именно в весенне-летний период. Сибария, сибарийный дерматит. Итак, гидромоист-масочка решает сразу комплекс задач уменьшает нейрогенную чувствительность, уменьшает сальность, антисептический эффект, регенерирующий, увлажняющий, да какой угодно. Вот, пожалуйста, универсальный инструмент, коллеги. У нас очень любят в Москве дерматологи назначают эту масочку пациентам именно сибарейным дерматитом. когда и сибарея, и очаги воспаления, очаги досквамации, ритоматозно-сквамозные очаги на коже. Пожалуйста, комплексные, конечно же, терапии. В лайтовых легких случаях можно как монотерапию, но вы помните, что мы не можем летом особенно выходить на улицу без санскрина, без ИСП. Поэтому, пожалуй, на ночь, да, на ночь я могу как монотерапию. Вот сейчас у нас начинается жара в Москве, аж 20 градусов, прям, не знаешь, куда деваться к этой шаре. И, честно говоря, не сильно хочется перегружать кожу. На повышение температуры сальные железы естественно реагируют усилением своей функции. Поэтому, сезонное обострение всяческих проблем, связанных с избыточной продукцией севома, не хочется перегружать кожу какими-то тяжелыми мысленистыми препаратами. Кстати, ну, темно ли у нас таковых-то, собственно, нет. Ну, и вот на ночь я могу просто как ночной гель нанести гидромоезд масочку, просто как моногель на влаженную кожу после правильного очищения. Да-да, коллеги, я себя приучил на очищение дома двухфазное. Молочко, молочко смываю, удаляю салфетками, чаще всего влажными, затем наношу клинсер, иногда 5%, иногда 9%, оставляю как маску, помните, что клинсер можно 2-3 раза в неделю использовать как маску, но смываемую, смываю и на влажную кожу наношу крем и сыворотки. Вот на ночь в качестве монопродукта я летом в жаркое время года наношу, использую гидромойст, масочку как монопрепарат. Больше на ночь ничего не наношу. Утром, нет, утром надо нанести крем с SPF, да, ну хотя бы просто нанесите перфекция, наш любимый незаменимый BB-крем. Какие еще препараты мы посоветуем в домашний уход пациенту с жирной и чувствительной кожей. Крем Биоделиз посоветуем, посоветуем. Очень легкая текстура, 10% миндальной кислоты. Миндальная кислота, она обладает минимальным раздражающим потенциалом, она не преодолевает роговой барьер, роговой слой. 10% это уж не такая большая концентрация для миндальной кислоты. Спасибо, Ирина, спасибо. Да прибудет с нами натинуэль, да прибудет с нами сила во веки веков, аминь. Итак, крем Биоделиз, почему я могу его посоветовать пациенту с жирной чувствительной кожей. 10% миндальной кислоты. Но мы с вами знаем, что миндальная кислота обладает минимальным раздражающим потенциалом, поскольку она крупная. Феноксигликолевая кислота, она имеет большой молекулярный вес, она не преодолевает роговой барьер. В то же время она является антисептической, она обладает себостатическим действием. Вот, коллеги, до сих пор не разберусь биомеханизм себостатики. Каким образом миндальная кислота и препараты, ее содержащие, крем Биоделиз, в частности обладают выраженным себостатическим эффектом, уменьшают производство себума, уменьшают себорию, уменьшают видимость пор, отбеливают кожу. Вот с чем связан себостатический эффект, как он реализуется, за счет каких биомеханизмов, мне не очень понятно, но клинически мы это с вами наблюдаем. Уже примерно через две недели отмечается уменьшение себореи, уменьшение видимости пор, очевидные результаты, достаточно быстрые, особенно сентинуэль, особенно домашнего хода, это быстрые результаты, быстрая динамика. Итак, миндальная кислота, 10%, для чувствительной кожи она подходит и в то же время она решает проблему сиборей. Также наш любимый биобилис содержит еще ряд компонентов. Биобилис содержит пептиды, два пептида, один из них противовоспалительный, тоже решает проблему чувствительности кожи, риджулин и квинтесин, противовоспалительный пептид и анаболический пептид, который стимулирует синтез коллагена, еще укрепляет дерму, уплотняет дермальный слой, способствует заполнению морщин и омолаживает кожу. Также в составе серецин, белок, шелковый белок, гидролизат шелкового белка, серецин, который дает такой эффект золушки, склеивает роговой слой, уплотняет роговые чешуйки и наш любимый бибикрем перфекция просто идеально распределяется равномерным слой, очень хорошая основа для макияжа и в то же время это средний санскрин, SPF medium, средний SPF, это где-то 15, для нашей широты, средней широты, это как бы нормально, достаточно на целый день, защищает кожу от пагубных ультрафиолетовых лучей, которые в избытке мы можем с вами получать. Итак, в качестве дневного крема совершенно спокойно, даже поверх гидромоист, сначала впитываем гидромоист маску как сыворотку и сверху наносим 2 мл крема биодейлист, мы можем себе это позволить, мы можем назначить это нашим пациентам такой сочетанной проблемой, жирной чувствительной кожи. Текстура крема достаточно легкая, посмотрите, она такая вот флюидообразная, такой как крем-гель, очень-очень легкая текстура, очень влажная, очень влажная, и при том она, как вам сказать, не утяжелена липидами, легкая, гидрогелевая текстура пациента с жирной кожей, особенно в летний период, невероятный аромат, оценят этот крем по достоинству, плюс профилактика и уменьшение каких-то микровоспалений на коже. Так, еще препараты мы можем посоветовать пациенту сочетанной патологией, жирная чувствительная кожа. Почему мы не можем назначить крем хомеоджен такому пациенту? Почему не можем? Можем, конечно, можем. Легкая текстура, легкая текстура этого крема, да, вот многие говорят, мы боимся назначать пациенту жирной кожей крем хомеоджен, многие говорят, что у него маслянистая текстура, плотный крем, не соглашусь, коллеги, извините, конечно, да, это что, это восприятие текстуры, это весьма субъективное такое явление, каждый воспринимает это по-своему, да, кто-то скажет, какая она легкая, кто-то скажет, какой жирный крем, я нахожу крем хомеоджен весьма и весьма комфортным по текстуре, универсальная текстура, будет комфортен любому пациенту, любому человеку, независимо от типа сальной секреции. В составе резвератрол, в составе крема хомеоджен и резвератрол, который также регулирует всегда избыточную сиборею, церамиды, фасолипиды, это заместительная терапия для заместительной терапии для липидных дырочек, как только пациент наносит крем, 2 мл распределяет, впитывает, сразу же эти церамиды, фасолипиды, входящие в состав крема, интегрируются между нашими корнеоцитами, заполняют это пространство между роговыми чешуйками, и сразу же кожа становится гладкой, уменьшается раздражение, кожа приобретает такую бахатистую текстуру, очень хорошая основа для макияжа тоже, крем хомеоджен, богатейший состав, нейропептиды, которые уменьшают воспаление, особенно нейрогенные, поэтому очень-очень даже советую пациентам жирной кожи, но при том, что она чувствительно-нейрогенная, крем хомеоджен, ввиду уникального состава, широкого профиля действия и тоже легкой текстуры, посмотрите, богатый состав, резвератрол, мелатонин, церамиды, фосфолипиды, нейропептиды, увлажняющие компоненты, очень легкая текстура, никого не слушайте, пробуйте этот крем, если, ой, Оксана Петровна не подсказывает окси-100, ну подождите, Оксана Петровна, хомеоджен, давайте разберем, да, текстура у него чуть более плотная, чем но даже не называйте ее жирной, нет, а это не плотный крем, легкий крем, который очень легко быстро впитывается, даже если вы нанесете 2 мл, то есть выполните этот закон фика, реализуете его закон монодозы, очень легкий аромат, универсальный такой, очень приятный и легко впитывается совершенно без достатка, понятно, что сейчас мои руки не являются такими наглядными, потому что я уже попробовал при вас крем биоделиз, легкий по текстуре крем хомеоджен, и так, допустим, утром или вечером крем сыворотка, гидромойст маска в качестве сыворотки наносим и не впитываем, утром поверх крема можно нанести биоделиз, на ночь крем хомеоджен, вот и пожалуйста, или наоборот, можно наоборот, утром хомеоджен, на ночь биоделиз, и вот комбинируя, сочетая такие препараты, мы помогаем нашему полиморбидному пациенту, который имеет сочетанную проблему жирной и чувствительной кожи, очищение, очищение, еще раз очищение, это всегда первая линия в домашнем уходе, это очищение, это первая линия вообще в терапии кожных заболеваний, минимальный курс два месяца, через два месяца отслеживаем динамику, оцениваем, окончательные уже изменения и принимаем решение пролонгировать эту терапию или отменить, поменять, что-то уже внести какие-то изменения в зависимости от тех результатов, которые мы с вами наблюдаем. Первое изменение, первое улучшение пациент увидит уже через две недели окончательные результаты через два месяца. Можно оставить еще на два месяца, до четырех месяцев можно пролонгировать, но через два месяца окончательный результат, окончательная динамика. Делаем выводы о эффективности или неэффективности, хотя о какой неэффективности может быть речь, когда мы говорим с вами о продукции на тимуэль. Это просто обречу, вы обречены на успех, это гарантия, стопроцентная гарантия того, что будут замечательные, стойкие клинические результаты, и быстрые, и стойкие. У кого остались какие вопросы по сегодняшней теме? Полиморбидный пациент, домашний уход, жирная чувствительная кожа. А с Оксаной Петровной мы скоро встречаемся. Да, Оксана Петровна, вы уже готовите крабов и морских гребешков. Готовьте, готовьте. К вам едет доктор Семенов. Итак, вопросы, коллеги, пишите вопросы. И завтра, завтра мы с вами встречаемся, продолжаем тему полиморбидных пациентов, и тоже будем говорить о домашней терапии, домашних назначениях пациентам с отчетанными патологиями. Так, завтра у нас какая тема, сейчас мне подскажут, какая у нас вами завтра тема. Я вас приглашаю навстречу завтра. Так, так, так. Да, очень часто бывает, что обращается пациент, возраст ассоциированный уже с возрастными изменениями, и тут же имеется пигментация, да, и мы думаем, за что же хвататься, пигментные пятна лечить, решать проблему с гиперпигментацией, или возрастные изменения. Вот завтра будем говорить о возрастной комбинации, возрастных изменений с гиперпигментацией, какие препараты назначены в домашний уход при такой нозологии, при сочетании таких проблем. Ну, если вопросов нет, а вот есть вопрос, так, возможно ли сыпь после использования клинзера девятипроцентного? Маловероятно, но в нашей жизни может быть все, что угодно. Сыпь, смотря какого характера, да, потому что вы знаете, такая мелкопопулезная сыпь, она указывает на какие-то индивидуальные реакции, на какие-то компоненты, которые входят в состав препарата. Смотря какого характера сыпь, гнуненечковая или такая мелкопопулезная. Если мелкопопулезная, это непереносимость какого-то компонента. Если гнуненечковая, по нижнему краю может быть такое, может быть, теоретически может быть все. Такому пациенту возможно понадобится клинцер 5%, если дает реакцию на 9% клинцер. Еще зависит от того мужского пола или женского пола Татьяна, ваш пациент. вы наверное уже наблюдали такую реакцию. Я честно говоря еще не наблюдал. Ну это же медицина. у нас медицина может быть все что у клинцер. высыпание девушка, девушка, ну какие-то проблемы наверное с яичниками, с гормональным фоном. Наверное нужно мониторить яичниковый цикл, ФСГ, ЛГ, тестостерон общий по фракциям тестостерон связывающий протеин. Индивидуальная реакция может быть назначена тогда девятипроцентный клинцер. Потому что возможно он для вашей пациент является слишком агрессивным. Я с вами прощаюсь уважаемые коллеги. До завтра. Пока пока. Пока.